Я тоже с ним соглашусь, что он не согласен, и я не согласен. Да, надо же, вы умеете быстро менять свое мнение. Вот мужчина только что имел одну точку зрения, поменял ее на другую. Вам о чем это говорит? О том, что, возможно, в жизни он тоже так часто меняет мнение, не только в этой ситуации. Вы бы замуж вышли за него? Нет. Вы знаете, это звучит как-то несколько унизительно при всей такой добропорядочной аудитории, но вы уже какое-то время вместе учитесь, правда? Да. За что вы бы респект ему оказали? А как, кстати, как зовут ваш сокурсник? Володя. Володя? Я не знаю. Роман. 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 Ага. Итак, за то, что он сказал честно, но вообще знает, что у него замечательный талант, он хорошо поет, поэтому я уважаю. Он говорит честно, и он хорошо поет. А вы? А что я? За что его уважаете? Ну вот я тоже говорила по поводу того, что он сказал честно. А, он говорит честно. Спасибо. Вас зовут? Здравствуйте. Здравствуйте. Меня Люба зовут. Вас зовут Люба, меня зовут Евгений. Вы знали, что вашего преподавателя зовут Евгений? Да, я вот уже записала. А, вы прочитали? Услышала. Ага. А о чем вы подумали, когда вы поняли, что приедет вот такой преподаватель? Что будет весело. Будет весело? А откуда вы знаете, что весело будет? Потому что вы уже приезжали, и было весело. А, было весело, да? А вы вообще запомнили что-то из того, что тогда я говорил? Или просто весело? Что нужно быть гибким. Нужно быть гибким. А мы с вами встречались? Я не помню. Я тоже не помню. Ну и слава Богу. Здравствуйте. Вы человек самый возрастной в этой аудитории. Как вас зовут? Валентина. Валентина. Вы родились в Украине? Да. Ваши предки, они родились тоже в Украине? Да, в Венитской области. А вот ваш дедушка, бабушка, они тоже с Украины? Должно быть. Точно не знаю. Точно не знаете, да? Скажите, пожалуйста, вот вы кого-то консультируете, вас это не напрягает? Вам, может быть, отдыхать надо больше, а вы чьи-то проблемы на себя берете? Просто как христианка, я еще не училась. А, еще не учились, но хотите учиться? Хочу, да. Вы меня сильно вдохновляете, потому что вы в своем возрасте и хотите учиться. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас ноутбук? Нет. Нетбук. А чем отличается ноутбук от нетбука? Размеры, параметры. Ну, а так, в принципе, просто сидерома нет, и он более легкий. Вам нравится в технике разбираться? Да. О-о-о. Вы замужем? Да. Ваш муж также разбирается в технике, ну, интересуется этим, как вы, или? Он просто инженер-конструктор ракетных двигателей, заставил меня изучать технику и инструкции. А, вот откуда ветер дует. Ага. Но ветер такой ничего, да? Да, хорошо. Хороший ветер. Я довольна, да. Спасибо. Вы тоже, кажется, подруги, а? Здравствуйте. Здравствуйте. Вы ругаетесь иногда между собой? Нет. Нет? Вы просто боитесь этого, да? Нет. Мы все решаем спокойно. Ведь бывают же моменты, с которыми вы не согласны, правда? Бывают. И вы что, и не конфликтуете, да? Ни разу не конфликтовали. Мы искренне говорим об этом друг друга и уважаем не меня. А есть такие позиции, где вы расходитесь до сих пор? Сложно вспомнить. Сложно вспомнить. Как-то, да. К обоюдному согласию всегда приходят. А вот Иисус со своими учениками часто расходился. И Он называл их друзьями. Если вы хотите быть... Вы же христианки, да? Да. Вот. А настоящие христиане, они, бывает, доходят до такого конфликта, о котором сказано «железо, железо острит». Может быть, вам надо иногда напрягать... Поконфликтовать? Да, напрягать отношения. Какие-то ощущения. Может быть, вы излишне на мирном пути находитесь? Вы знаете, в мире очень много конфликтов. И для меня Леса больше как тихая гавань, где можно отдохнуть и спокойно решить многие вопросы. А, то есть вы с кем-то конфликтуете, а здесь вы отдыхаете, да? Конфликтов хватает на работе и в других местах. Понятно. То есть пар вы спускаете на кого-то, но не на подругу. Вот такие... Даже не знаю, сказать... Ну, ладно. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, скажи. Здравствуйте. А это у вас что? Тиктофон. Вы меня записываете сейчас, да? Конечно. А вы этой записью где будете делиться с кем? СМИ. Вы не с КГБ? Спасибо. Здравствуйте. Вот у вас здесь чай, да, стоит? Или кофе? Чай с кофе. Вы поймали волну нашу, да? Скажите, пожалуйста... Здравствуйте, а снимать обязательно? Всё, попало. Вы попали. А вы, ну как это, таким образом внимание удерживаете? То, чтобы люди открывались вам или как это? Какой смысл того, что вы снимаете? Вот видите, вот, стрелки. Вот мы нашли стрелочника в нашей группе. Понятно. Ну и, наконец, мы с вами где встречались? Ну, вы приезжали уже в 3D. Сюда? Да. Понятно. Вы руку, что там? Ваше предположение. Моё предположение. Вы не вмазали кому-то, а? Ну, я бы не против, но нет. А, то есть вы, вот вы, кстати, не против, да, кому-то вмазать? А за что, вот если вы... Да за что? Да было бы за что, говорится, вообще бы убил. Не, ну есть разница. Вы верующий человек, да? Добрый человек. На брючок, на брючок. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы предполагали, что рядом с вами вот такой... С такими намерениями парень? Не, я знаю, что он меня не тронет. У него в том направлении агрессия. Ага. Женщины и пальцем не тронем, правда? Да, конечно. Вот так вот. 14 минут 15 секунд ушло на эту запись.